Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Что делать, если я получил статус инвалида в молодом возрасте, болезненно приняющего ограниченности, невозможность быть человеком, который нравился ранее, боюсь, что не смогу перестроиться под новую жизнь, так как все отвернулись и живут жизнью, в которой я тоже хотел жить. Я не знаю, зачем я теперь жить, всё не так, нет счастья и радости. Ну, в первую очередь, конечно, можно говорить о травме, в том смысле, что, вот, подобное происшествие в жизни человека, вот, это всегда травма, всегда травма. И вам нужно травму прожить. Что это значит? Это значит прожить, выразить, отреагировать все те чувства, какими бы они ни были, которые у вас есть. То есть, все те эмоции, все те ощущения, которые у вас есть, всё это нужно отреагировать, чтобы вас это не отравляло. Ооо, чтобы вы немножечко снизили свой психоэмоциональный фон, и смогли увидеть для себя возможности. Да, безусловно, то, что вы описываете, это кризис. То есть, в вашей жизни сейчас, то, что в вашей жизни происходит сейчас, это кризис, и кризис, вместе с тем, что он довольно неприятен, он довольно болезненен, вместе с этим, кризис, это всегда и возможности. И, как мне кажется, ваша задача, эти возможности увидеть. Но сейчас, в силу того, что вы находитесь во власть своих эмоций, вот, а вам, конечно, это недоступно. То есть, недоступны те возможности, которые есть. Следующий момент, который, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, что, как мне кажется, как мне показалось из вашего сообщения, из вашего текста, вы достаточно сильно ориентируетесь на других людей. То есть, ну, вот вы как-то очень сильно много делаете зависимым от других людей. То есть, вы говорите, что вам больно, потому что вы не можете быть человеком, вы говорите о том, что другие люди живут той жизнью, которой, ну, как бы, жить хотите вы, а хотели жить и так далее. То есть, такое ощущение, что вы вот еще до того, как получили изменение своего физического состояния, были ориентированы на других людей чрезмерно, чрезмерно. То есть, что это значит? Это значит, что ориентиром для вас, то есть, вот, приоритетом для вас были именно другие люди. Не вы сами, как бы, а именно другие люди. И вследствие этого, вследствие этого, сейчас вам кажется, что жить не ради чего. Потому что, да, вы не можете быть, ну, как бы, соответствующей ожиданиям и требованиям других людей. И с позиции, как раз-таки, возможностей здесь история про то, что это для вас, может быть, стимулом наше жить, ориентируясь на себя, на свои реальные возможности, на свои реальные ценности, на ваши ценности. И уже на этой основе, да, уже на этой, как бы, основе взаимодействуя с другими людьми. Не наоборот. То есть, вот, как вы делали, да, вот, ну, например, до сих пор, как вы это делали? То есть, вы это делали так, что, вот, сначала у вас получалось взаимодействие, взаимодействие именно, как бы, с тем, что другим людям. Важно, нужно, ценно, но не вам. Как-то, вот, примерно, такое впечатление у меня сложилось из вашего рассказа. И, соответственно, вот, то, что я бы отметил, да, это то, что, по моему мнению, вы не столько, вот, переживаете это как раз относительно изменения своего состояния, которое само по себе является, да, достаточно болезненным, неприятным. Вот. Вы не столько переживаете по этому поводу, сколько переживаете свою отдорванность, так скажем, от других людей. То есть, именно то, что вы, вот, как-то, можно сказать, начали чувствовать себя аутсайдером, потому что не привыкли полагаться на себя. И задача психолога здесь, задача психотерапии, в первую очередь, дать вам возможность прожить все эти чувства, которые вы испытываете, потому что эти чувства, они нормально, нормально испытывать боль, нормально испытывать апатию, нормально регрессировать, потому что это необходимо для того, чтобы перестроиться. И в то же время научиться, научить вас, точнее, опираться на себя. Вот. Вот это, на мой взгляд, те векторы, ну, основные векторы, которым нужно уделить внимание в вопросах работы с вами. Вот. И на чем бы я хотел остановиться, вот последнее, что хотел бы сказать. Обратите, пожалуйста, свое внимание на то, вот, что вы пишете. Что делать, если получил статус инвалида в молодом году? Вот. Что делать, чтобы что? Понимаете? То есть, вот это вот направленное, что делать, чтобы что, вам нужно определить самостоятельно. то есть, это не то, что мы можем решить за вас. Возможно, несколько направлений. того, что можно сделать. Важна цель. Если цели нет, то вы будете стремиться к тому, чтобы остаться в этом положении, положении, ну, оставаться в нем, скажем так. Вы будете стремиться к тому, чтобы оставаться в этом положении, ну, вот, потому что, вот, какая-то вторичная выгода для вас здесь, конечно же, будет присутствовать. Именно что вторичная выгода. То есть, что это, что вы получаете от нахождения в данной ситуации, в данном положении. При всем том, что это положение, ну, как бы, болезненно, оно неприятно, но какая-то вторичная выгода все равно у этого есть. В качестве примера можно привести такую мотивацию, когда человек ориентируется на других людей и не ориентируется на себя по причине страха ошибки. То есть, грубо говоря, я боюсь ошибиться, я боюсь делать что-то не так, я боюсь, ну, как-то вот поступить неправильно и, соответственно, я ориентируюсь на других людей. Вот. То есть, если человек боится ошибка, будет оставаться в таком положении. При этом даже осознаваясь, что оно ему, как бы, вредит. Вот. То есть, то есть, здесь решается несколько иная проблема. Несколько иной конфликт. То есть, вам нужно увидеть, что вот то, что вы описываете, да, вот. Ну, болезненность. Вот вы описываете болезненность, ну, перенесение вами определенного состояния, определенного положения. Вы описываете болезненность этого. Вот вам нужно увидеть, что болезненность это, это вторично по отношению к первичной причине, которая, ну, вот, может, как бы, присутствовать. Вот. Это самая вторичная причина, она, на мой взгляд, требует, вот, своего, так скажем, ну, внимания. Она требует своего внимания. Она требует, своего разбора. она требует, как бы, анализа, скажем так. Вот. Потому что, я думаю, я думаю, что вряд ли то, что вы описываете, является проблемой самой по себе. На мой взгляд, проблематика здесь лежит глубже. Вот. Но, естественно, я могу ошибаться, естественно, я могу быть не прав, вот, поэтому здесь нужно все предельно внимательно разобрать и досмотреть. На этом все. Надеюсь, что помог вам, буду больше, благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok